Когда я был маленький, мы часто играли в игру «угадай машину», ну, едет тачка по улице, и вы говорите «это Audi, это Mercedes, кстати, это Mercedes, это, не знаю, там, BMW». А сейчас, друзья, вот выйдешь на улицу и каждый день практически видишь какие-то новые машины, новые бренды. Вот что это такое? Я лично не знаю, простите, пожалуйста, хотя я очень люблю автомобили. И вот этот какой бренд мне тоже неведомо. Может, вы напишите в комментариях, вообще, значок интересный, да и с виду машина похожа то ли на Aston Martin, то ли на Lamborghini, то ли на, не знаю, Mazda, в общем, непонятно. Кстати, слева Jet Tour, вот с этим автомобилем мы уже знакомы, я делал тест-драйв, если не смотрели, обязательно переходите на мой канал, и вы узнаете, как он едет и как он звучит. Но сегодня, друзья, в очередной раз мы зашли в Premier Auto и видим вот такой вот большой, с виду даже интересный кроссовер. Называется он тоже Jet Tour, это компания Cherry, только, скажем так, подразделение для молодежного рынка. Это X90+, по-моему. Смотрите, друзья, что написано. Китайцы любят такое, быстрее подходите. 390 T-GDI. Китайские маркетологи, наверное, думают, что такая большая и странная надпись должна будоражить умы и вызывать какие-то эмоции. Но у меня это, честно сказать, ничего не вызывает. Так же, как и дизайн, потому что вам нравится он. Хотя под капотом там 2 литра на 245 лошадиных сил, а это, согласитесь, достаточно пыличные показатели. Можно прокатиться по МКАДу, как сказал мой оператор Антон, и поиграть в шашечки с детьми сзади. Но мы, конечно же, такого делать не будем, потому что, во-первых, у нас никого нет здесь. Видите, место, кстати, пылично. А во-вторых, мы просто соблюдаем законы и не любим всякие вот такие вот игры, если только со старта. Багажник откроем. Большой, маленький. Кстати, кнопочка есть уже. Не надо самому поднимать, как, например, в каких-нибудь Жигулях. Ни большой, ни маленький. Но в целом вполне достойный. Тем более, здесь есть еще возможность. Вообще, я слышал, что можно дозаказать третий ряд. А может быть, не так. Может, меня обманули. Напишите, пожалуйста, в комментариях, можно 7 человек сюда поместить или нет. Канал все-таки у нас необычный, а в первую очередь про качанное аудио, звук, домашние кинотеатры, музыку. Поэтому, как всегда, возьмем вот это вот китайца-азиата, загоним к Евгению. Посмотрим, что там за акустика стоит. Начинка, опять же, у нас от Sony. Посмотрите, какие грили. Похожи немножечко даже на знаменитый бурмайстер, он же бурмистер, он же бурмистер. Поэтому, очень интересно, как же все это будет играть, ехать. Оставайтесь с нами и в дорогу! Первое впечатление от вождения. Буквально пару минут я за рулем, и что могу сказать? Зеркала хорошего качества, обзор нормальный. Сзади, как ни странно, также вполне прилично все видно. Что я не могу сказать про DASHING, который был в этом плане гораздо более слабее. Руль побольше, и он, мне кажется, удобнее. Его приятно держать в руках. На дальняк будет удобно. Вот прям вангую, друзья. 245 лошадей. Но когда я жму на педаль газа, я абсолютно их не чувствую. То ли у нас какой-то режим комфорт здесь стоит, то ли... Хотя нет, написано NORMAL. Абсолютно не ощущаю мощь. Хотя лепестки под рулем должны говорить мне о том, что это прям спортивная тачка. Но это не так, друзья. И как, кстати, здесь переключить режим? Я вот не вижу. Здесь целых три экрана, и они достаточно большие, с хорошей графикой. Один экран вообще содран полностью у Audi. Потому что вот в Q7, там в A8 примерно вот такая компоновка. В целом она, кстати, неудобная. Но в любом случае это гораздо лучше, чем в дэшинге, где есть один большой экран на 15 дюймов, в котором вы регулируете всё, вплоть до настройки зеркал. А вот здесь зеркала можно вот так вот с помощью нормальных, обычных кнопочек, друзья. Посмотрите, вот я даже сейчас руку уберу. Нажать там правое зеркало, левое. Ну, вот сама вот эта вот панель, она, мне кажется, слишком большая, слишком громоздкая. И на её месте должны быть какие-то управления фарами. Хотя вот как раз-таки есть угол наклона. В целом странное убранство. Мне, как человеку, который ездит на немецкой машине, всё это чуждо и непонятно. Давайте откроем панораму, посмотрим, как она выглядит. Большая, друзья. Так, а как же люк открывается? Наверное, другая клавиша. Сразу солнце, да, насколько стало больше. Вот. Вот, друзья. А что подъехало? Нет? Всё? А, вот, просто надо сжать. Понятно, друзья. Ну, неплохо, неплохо. Мне нравится люк, это всегда хорошо. Это больше объёма, больше пространства, больше вот такой свободы, когда ты едешь. Особенно, если ты в путешествии на дальняк, если у тебя сзади есть люди. Они могут наслаждаться там горами, небоскрёбами, могут смотреть на звёздное небо, либо на солнышко. Это прекрасно. Другой вопрос, что вот эти вот панорамы, они имеют свойство лопаться. Особенно в китайских и корейских машинах. Это прям болезнь, потому что буквально пару дней назад я столкнулся со своим знакомым, который рассказал случай, когда у него лопнула панорама, друзья. Это была целая история. Это, ну, представьте, это безумие, насколько всё сложно. Это, по сути, машина остаётся вне игры на достаточно долгое время. Более того, сам ремонт также дорогой. Надеюсь, что вот это вот стекло закалённое, конечно, это не вебаста, как в Мерседесе, но оно не лопнет у нас под головой. Давайте мы чуть-чуть всё-таки приоткроем. По поводу шумоизоляции. Вот я ехал, когда с закрытым люком, естественно, с закрытой панорамой, я могу сказать, что она приемлемая, потому что какого-то дискомфорта я не ощущал. Но, к сожалению или к счастью, я был на хорошей дороге, поэтому как она поведёт себя на каком-нибудь асфальте с более жёсткой структурой, либо на бездорожье, хотя вообще непонятно, как эту машину можно туда запускать, когда она только с передним приводом. Не знаю. Но в целом нормально. Обратите внимание, как вот всё здесь устроено. Достаточно хлипко. Я не так сильно нажимаю, но всё у нас прогибается, и вы слышите, что оператор, который сидит справа от меня, Антон, привет. Любое его движение сопровождается каким-то скрипом. Вот эта панель максимально громкая. Я чуть-чуть буквально к ней прикасаюсь, и она уже издаёт звуки, друзья. Я не знаю, слышите вы их или нет, но поверьте, они есть. Даже при открытой панораме. Вот здесь тоже. Всё скрипит. Хотя по дизайну, вот если так вот посмотреть, в целом сделано всё неплохо. Зазоры не такие большие. Вот эта вот панель интересная. Заметьте, здесь должен какой-то, наверное, огромный динамик стоять, потому что мне иначе непонятно вот это вот решение. Хотя, судя по всему, здесь вот он совсем-совсем маленький. Как раз таки вот для него вот эта вот дырочка. Проекции нет, и непонятно вообще, предусмотрена она в этой модификации. И также у нас нет адаптивного круиз-контроля, хотя спереди отделение, скажем так, для радара присутствует. Но там просто стоит заглушка, друзья. Вот так вот. А давайте дадим жара, друзья. Переключим режим рулевого управления в спорт. И так. А это что такое? Ошибка. Переключение EPS. Ну, ладно. Тогда давайте вот здесь нажмем на иконочку. Опа. Все такое стало какое-то немножечко красное, волнительное. И мы жмем на педаль газа, и она действительно стала ускоряться лучше, друзья. 245 все-таки не чувствуется, но уже какие-то там 200 с плюсом, да, более-менее нормально. Радиус поворота, друзья, очень плохой. Поэтому, если вы неопытный водитель, пожалуйста, берите за запасом. Я лично не угадал. В спортивном режиме машина очень утомительная, постоянно дергается туда-сюда, и ты не чувствуешь, опять же, вот этой вот мощи. Поэтому не наш вариант. Оставим обычной нормой. Подвеска мне не нравится. Что-то постоянно гремит, то сзади, то спереди. Когда приезжаешь, вот, лежачие полицейские, слышите, какие-то хрусты непонятные в машине. И при том, что у нас сколько там, 4 тысячи, по-моему, да, пробег общий, я считаю, что очень странно себя ведет машина. Как она поедет там на 30-40 тысячах, одному богу известно. Но даже сейчас мне не по душе. Добавок ко всему, машина еще как-то странно бросает по дороге, потому что вот новый асфальт, колейности точно нет, но когда едешь, чуть-чуть прибавляешь, как-то крутит из стороны в сторону. Это очень странное ощущение, друзья. Может быть, это конкретно этот экземпляр ведет себя так, а может быть и нет, может быть и все. Сейчас попробуем преодолеть препятствия в виде рельсов, друзья. Вот то еще испытание. Пройдет оно или нет? Слушаем. Такой вот звук приглушенный, но тем не менее он есть и он не совсем приятный. Пока не нравится вообще никак, но я не слушал, как же она играет. И практически мы уже на финальном отрезке. Евгений ждет нас. Давайте же послушаем, вскроем дверные карты и узнаем, что же там внутри. Неужели такие же динамики, как и других китайцев? Евгений, привет! Привет, Родион! Смотри, что я тебе пригнал. Это Jet Tour X90 Plus. Знаешь, сколько у него лошадей под капотом? 239. 245. Это 2 литра, 7-ступенчатая коробка передачи. И он может реально пулять по характеристикам. Но, ты знаешь, в жизни абсолютно это не так. Машина мне по езде не понравилась. Например, тот же Deshing как-то вызывал больше эмоций. Вообще, мне сложно представить, для кого этот автомобиль. Но точно не для каких-то там молодых парней типа нас. Может быть, для семьянинов, для стариков. Он как-то вот очень напоминает Volvo. Мне он все напоминает. И, как всегда, заметь, тут куча всяких надписей. 390, буква T, GDI. Давай посмотрим, что у него под капотом. Давай. В этот раз я попробую найти заветный рычаг. А я попробую с первого раза. Да, да. Покажись нам. Газовые упоры. Наконец-то. Это да. Ну, конечно, тачка стоит 3 миллиона 300. Заметь, здесь у нас вот эта вот крышечка. Особенность эксплуатации. Куда-то попыталась убежать. Аккумулятор. Слушай, а это что такое заливка? Тормозовка, наверное. А что так неудобно? Как ее заливать-то? Все разобрать надо. А, вот так вот. Ну, это прям грустно все, а. Ну, что, будет здесь 250 почти или нет? С турбиной. Ну, конечно, с турбиной. А как еще? Значит, будет. Эмоций не вызывает, правда? Абсолютно. Хочется... Ну, это же не V8. И не V12, да? И не V16, и не Double V16. Такие тоже были, друзья. Но это уже все было в прошлой жизни. Сейчас у нас все... Грустное, настоящее. Да, рафинированное, слабое. Смотрим, как играет. Точнее, слушаем. Обрати внимание, сколько экранов. Ничего не напоминает вот эта вот регулировочка климата? Ауди просто содрано в ноль. Ну, кстати, неплохо сделали, потому что... Даже вот здесь есть циферки, вы можете прям смотреть. Более того, обдув, обогрев. Как ты правильно заметил, все здесь мягкое. Все такое вот... Вроде как и неплохое, и строчка есть, и под кожу все. Алькантара, естественно, нет никакой. Дерево тоже. Дерево. Но скрипит. Обрати внимание. Знаешь, на что я обратил внимание? Вот сейчас сижу. Так. Вот с моим ростом. Мне, в принципе, комфортно. Ну, комфортно, согласен. Вот, показываю. Вот эту часть, вот эту, я вообще не вижу. Она рулем закрыта. То есть я не вижу, что здесь написано. Я вижу первую надпись. Тебе и не надо здесь видеть. Это для людей справа. Надо специально обученного человека посадить и говорить. Что ты видишь? Откройте мне веки. Помните, как в фильме? Слушай, я тебе больше скажу. Я даже вот эту иконку не вижу. Она не нужна. Зачем тебе телефон заживем? Это все отрукал. Какой-то карбит. Это все не то. Лучше вот нажми на панораму 540. Опять же эту сторону отлишь. В смысле 540? Ну, там написано 540. Не 360, как у обычных людей, а 540. Вот, видишь? Задумывайся. 360 по второму кругу. Точно. Вроде панорама нормальная. Я ничего не могу сказать. Можно смотреть со всех сторон. И вот так вот. И лучше графика, мне кажется, чем на дешинге. Ну, получше. Такое вот субъективное ощущение. А, ну, правильно. На дешинге у нас 15-дюймовый с лишним экран, а здесь у нас маленький. А, скорее всего, все вот эти вот иконки и разрешения, они лучше адаптированы под меньшее разрешение. Заметь кнопка. Кнопка, кстати, лучше, чем у новых Mercedes. Mercedes, она больше вызывает эмоции. Вообще, вот я считаю, согласишься ты со мной или нет, что машина, вообще любая вещь мужчины, она должна вызывать какие-либо эмоции. Ты должен подходить там к столу своему, к автомобилю, к велосипеду, если такой есть, к ластам даже, если ты там плаваешь, к очкам. Не к очкам, а к очкам. И вот все вот эти вещи, они должны будоражить твое нутро хотя бы немножко. Но автомобиль – это прям такая вещь, которая прям супер должна вызывать у тебя эмоции. Но вот этот конкретно автомобиль, этот дизайн вообще ничего у меня не вызывает. Более того, я даже немножко печалюсь, когда оказываюсь в нем. Вот у меня вот такие вот мироощущения. Что ты думаешь? Ну, тут все зависит от задач. Если человеку надо просто средство передвижения, в принципе, почему нет? Ну, 3,3 миллиона просто средства, ну, тогда можно купить там, я не знаю, какой-нибудь… Что? Ладу? Ну, Ладу, да, просто. Ну, эта же машина, она с панорамой, там, с такой комплектацией, там, лакшери, с фарами, там, написано какие-то адаптивные. Ну, вот это вот не мое, абсолютно не моя машина. Поэтому, ну, вот… Привык ли вы радио к Мерседесам? Да при чем тут к Мерседесам? Ну, та же самая вот Ауди, там, садишься, либо там, БМВ, да, не моя машина, но она вызывает чувства. Да тот же дэшинг даже, вот, это такая вот… Маленький, дерзкий. Да, маленький, дерзкий, такой молодежный, там, для девочки. Ну, вот эту тачку, я даже не знаю, кому бы я посоветовал. Ну, дедушке, наверное. Реально. А вы что думаете, друзья? Зажрался? Или, правда говоря, зажрался? Давай, слушай. Слушай, реально закрывает? До хрена закрывает? Попробуй руль отодвинуть. А зачем? Куда? Вбок? Вбок. Вперед, там, либо наоборот, назад. Есть здесь вообще регулировка руля? Видишь, есть. Она только что работает. Вот. А верх вниз нету? Нету, да. Странно. Может, я что-то не знаю? Да, ну, там один рычаг должен быть. Вперед, назад, все. Причем, очень тяжело. Ты же один раз это должен настроить, и все, зачем тебе постоянно? Нажимать. Флешка есть у нас вообще? Есть, видите? Обратите внимание, друзья, что у нас 12 вольт, 120 ватт. Все серьезно. Какая-то вот обдув. Обдув. Бардачок у нас, чувствуешь, да? Как мини-холодильник, поэтому все серьезно. В плане семейных поездок, я думаю, что нормально. Давай только трек какой-нибудь, чтобы YouTube не забанил. Как в прошлый раз. Сразу играют в твои? Угу. Я напоминаю, друзья, что здесь стоит аудиосистема фирмы Sony. Легендарный японский бренд, который всем уже все доказал. И если вы видите четыре буквы, вот этих вот, вы должны понимать, что это топ. Но как будет на самом деле, сейчас мы узнаем. Как обычно? Да, все по максимуму. А мы выставляем, естественно, в ноль, друзья. По-моему, ничего не поменялось. После детального прослушивания с мастером Евгением, что мы можем сказать? Вам слово. Играет лучше, чем предыдущий G-Tour. Это факт. Однозначно. Лучше, чем Чанган, у которого тоже Sony, кстати, тоже друзья были. Начинка от Sony. Если не смотрели видео, обязательно переходите на канал. Показать... Может быть не лучше, может быть плюс-минус так же. Объема больше. Объема больше, кузов больше автомобиля. Да, да. Объема больше, при том, что у нас панорама тоже открыта. Если мы ее прикрыли бы, чуть лучше было бы. Ну, в целом, в целом, вот играет она, мне кажется, лучше, чем едет. Вот так, я бы сказал. Ну, ты обрати внимание, опять же, твиттера. Да, да. А что, они пластиковые? Это пластик, да. Хотя видно, что пытались сделать под металл. Но это пластик, который еще и вот так вот ходит и скрипит. Опять же, твиттера воткнули не туда, куда хотелось бы, хотя место вот позволяет, в принципе. Да, согласен. Но гораздо лучше, нежели в предыдущем джитуре, когда по колену прямо... Однозначно, согласен. Я тоже это заметил, я подтверждаю твои суждения. Бас, ну, бас, как бы, да, он есть, но... Подгуживает. Подгуживает, и о каких-то там супернизких частотах можно забыть. Давай посмотрим, что в дверных картах. Сцена какая-то была, бас какой-то... В общем, все какое-то, но вот реально вот все звучит по звуку. Около звука. Да, около звука, но реально вот ощущение прослушивания музыки лучше в этой машине, чем езды. Чанган тогда прям сильно разочаровал. Этот вот лучше. Чанган лучше едет, чем звучит. Вот эта тачка лучше звучит, чем едет. Три болта-то. Да? Слоги. Соня написано? Да прекращай, да. О, как это... Китай, может, это по-японски написано? По-японски написано Соня? Провести экспертизу вообще, какие там уроки, китайские или японские? Может быть, Соня будет вот символами как раз-таки страны восходящего солнца? Вот так вот подписано. Ну, кто-то уж в комментариях писал, что если партия полузабита, будет Соня. Да? Ну, шо. Можно потрогать его? Минимального размера, друзья. И можно взять просто одним мизинцем, вот так вот его подкинуть куда-нибудь, там, в дууму практически. Ну, показывай, что ты там достойный. Вот. Мне кажется, он весит примерно столько же, сколько вот этот вот, как ни странно. Ну, да. Такой тяжелый. Но вот этот прям суперлегкий. И обратите внимание, друзья, для чего вот эти вот три дырочки, Евгений, скажи нам, они как-то влияют на звук по-особенному? Смайлик. Смайлик? Ну, это какой-то странный смайлик. Честно, не знаю. Наверное, маркировка. Ты думаешь? Ну, я сомневаюсь, что это для жесткости. Глупо-глупо. Да, не как у Кефа, когда там прям ребра идут, вот здесь такие, а здесь просто три дырочки. Ну, что мы можем сказать, друзья? Вот, опять же, такой вот Sony, как все в нашем мире. Написано красиво, а внутри... Ну, внутри вот так вот. Ну, опять же, при этом они в любом случае играют лучше, чем безымянный G-Tour и лучше, чем Чанган за счет, опять же, как правильно население мы определили, за счет объема, за счет того, что, ну, не знаю, может быть, усилитель здесь какое-то другое... Скорее всего, здесь стоит усилитель, скорее всего, здесь стоит сабвуфер в багажнике, потому что вот это не может выдать даже тот гудя-чий бас. Давай посмотрим. Давай посмотрим. Это прям очень интересно, есть ли там сабвы, насколько он большой и крутой. И нету здесь ни сабвы, ничего. Резюмируя по звуку. По звуку из тех трех автомобилей, которые мы слушали, это у нас был Чанган, G-Tour, как он был, обезьяна какая-то. И вот этот. Вот этот пока лучше всех. Ну, придем на совершенство, как я люблю говорить. Будем лопатить, будем перебирать, будем смотреть, пригонять к тебе разные тачки и выяснять, какая же звучит лучше всего. Пока что согласен, первое место. Спасибо большое, как всегда, все максимально качественно, экспертно. Если захотите получить классную шумоизоляцию в своем автомобиле, либо звук. Крутой звук. Да, крутой звук, не такой, как здесь. Обращайтесь.